МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Популярность МФЦ сегодня растет. По данным статистики, с 2010-го посещаемость многофункциональных центров увеличилась втрое. Только в первом полугодии услугами по принципу одного окна воспользовалось свыше 250 тысяч человек. На 20% больше, чем за тот же период 2013-го. Сегодня он приходит в этот центр. Его здесь консультируют на уходе, как правильно по его проблеме оформить заявление. Он его отдает в соответствующее окошко, и ему называют дату, когда прийти за ответом. Больше он никуда не ходит, нигде не тратит здоровье, занимается полезными для себя делами. Этот центр самый современный в регионе. Просторное и комфортное помещение. Предусмотрен детский уголок. Электронная очередь, две с половиной сотни услуг. 44 окна. Из них два информационных, четыре для предварительной записи и обслуживания юрлиц. У нас открыты дополнительные шесть окон услуг в социальной сфере, поэтому я думаю, что в скором будущем они тоже будут в пользу с не меньшей популярностью. Все абсолютные услуги по любому направлению, которые предоставляются комитетом соцзащиты города Курска. Любые посуды, ветераны, получение удостоверения. Создание МФЦ – часть административной реформы, призванной усовершенствовать оказание услуг и улучшить качество жизни населения. Это копия СЛ. После 22-го числа в миграционную службу на Агриме и Чинской 6 можете уже пойти и заготовить документы. Здесь мы видим, что очень удобно. Во-первых, все документы оригиналы берут, сами делают себе ксерокопии. Находится терминал рядышком, где можно оплатить. То есть не нужно бегать искать здание, где все это нужно отксерить, оплатить или привезти. Очень удобно. Этот МФЦ может принять до 700 человек в сутки. Кстати, время ожидания посетители тоже могут провести с пользой. Здесь открыта свободная зона Wi-Fi, а также работает точка доступа к глобальной сети. Развитие информационного общества – задача номер один региональной программы, которую инициировал лично глава региона Александр Михайлов. Ирина Шашкова, Антон Судженко, телеканал СЕИМ.